Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает человек, который давно начал этот день, еще 5 часов назад, поскольку он живет в Улан-Удэ, где плюс 5 к Москве. Это наш коллега-трейдер, управляющий активами Юрий Марченко. Юрий, приветствуем вас! Приветствую, коллеги! Да, 5 часов я уже железно, так сказать, на ногах в теме. Я уже знаю все новости, что произошло ночью, что вообще было. Я даже успел застать процентную ставку. Вы ее здесь пообсуждали, а я ее успел застать. И инвестинг, на мой взгляд, начнем как раз-таки с новодел. Инвестинг, на мой взгляд, как раз-таки такой себе ресурс испортился. А может быть, он и всегда такой был, я просто на него особо внимания не обращал, потому что в решении процентной ставки Центрального банка Российской Федерации, когда он понижал на полпроцента сразу свою ключевую ставку, инвестинг почему-то выдавал значение, что ждем понижения на 0,25. Хотя рынок долга, в принципе, уже, так сказать, отыгрывал снижение на все 50 байсных пунктов, поэтому и соответствующей реакции никакой не было. И что касается сегодняшнего решения, абсолютно то же самое. Не было особых предпосылок, на самом деле, к тому, чтобы снижать процентную ставку. Не было никаких намеков со стороны регулятора, я говорю, о резервном банке Новой Зеландии, о том, что они могут снижать процентную ставку. Плюс-минус у них все там оставалось хорошо. А если бы мы, например, посмотрели рынок долга, который отчасти нам демонстрирует... Куда мне надо посмотреть? Ё-моё! Не посмотрим. Рынок долга закрылся куда-то, график. В общем, если мы посмотрим рынок долга, то там двухлетние долговые бумаги, насколько я помню, прайсили снижение на 0,75%. Так, десятилетние там давным-давно уже рассчитывали на то, что... Так, сейчас мысли получится. То есть фактически, да, вот они, двухлетки. Они единственные бумаги, которые, в принципе, говорили о том, что некоторая часть участников рынка в короткосрочном, так сказать, промежутке ожидали что-то в сравнении с 0,87. То есть до сегодняшних событий 0,87 вот такая вот закладывалась в процентной ставках. Да, когда-то было 0,75, но, блин, это было середина октября. Рынок уже давно закладывает жесткую монетарную, ну, пожежую монетарную политику, скажем так. И, соответственно, зачем указывать в прогнозное значение 0,75 для меня было непонятно. Но, тем не менее, так как Резервный банк Австралии не понизил процентную ставку, то, значит, соответственно, все вот эти вот товарищи, так сказать, пришли в негодование, да, ну, кто просил ставку пониже, вот, и мы увидели соответствующий рост новозела. И раз уж мы с него начнем, вот, был в шортах по данному инструменту, не в шортах, а в шортах все-таки снег выпал, невозможно быть в шортах, да. Так вот, я, конечно, глядя на инвестинг, с какого-то, блин, перепуга подумал, что, а вдруг понизят на 0,75, потому что у меня был шорт, шорт находился примерно где-то вот с 11-го числа, небольшой, на самом деле, объемчик, так незначительно, да. И я подумал, блин, а вдруг понизят, вдруг инвестинг прав, заклалась у меня такая мысль непонятная, и убрал тейк-профит и переставил стоп в безубыток. Хотя правильное решение было закрывать ту прибыль, которая есть, потому что, ну, как бы я и рассчитывал на то, что мы пойдем на закладывание тех ожиданий, которые закладываются. Что сейчас? Есть идея по новозелу, такая более-менее среднесрочная. Смотрите, ничего не изменилось, США, Китай все еще могут давить, Трамп то подпишу, то не подпишу, то наложу, то не наложу, непонятно, куда он там наложит, но будем думать, что тарифы на Китай. Поэтому в целом, так как ничего не изменилось, я для себя сегодня выделил диапазон 0.63.80. Я думаю, что если мы туда прорвемся, это значит, что движуха вниз все-таки продолжается, и тот тренд, который был, можно рассчитывать на него. Поэтому я буду шортить. Либо, я думаю, что вот в этом диапазоне 64.200, 64.65 можно тоже пробовать брать шорт, потому что в целом ничего хорошего в Новозеландии не случилось. И единственный рост, который состоялся сегодня на ставке, это на тех людях, которые ошибочно полагали, что регулятор пойдет на понижение процентных ставок. По другим идеям давайте пробежимся тоже, да, что я отслеживаю. У меня есть идеи в TradingView, мы их тут мониторим. С MP500 и шорт я отдавал, так сказать, идею шортить, но теперь от нее отказываюсь, поэтому пока кто запрыгнул в позиции, тот остается. Евродоллар. Несмотря на то, что он снижается, есть люди, которые считают, что я в какой-то степени, ну не то чтобы не прав, да, в какой-то степени зря жду каких-то длинных позиций. Вот, то есть мы побывали в положительной зоне, мы сейчас в отрезательной зоне по евре, и в целом-то ничего не изменилось. Дело в том, что здесь основная идея заключается в том, что ФРС печатает много денег, 60 миллиардов долларов в месяц, и даже чуть выше на самом деле, потому что за два месяца он напечатал там, ну не напечатал, а влил систему там порядка за два с половиной месяца, что-то там 300 миллиардов, то есть очень много. Быстрее было только вот в момент QE1 в 2008 году, когда банки посыпались. Поэтому я думаю, что, ну да, серьезного роста евро против доллара можешь дать и не придется, поэтому цель оптимистична, 1.1450 реально оптимистична, а вот 1.1250 и 1.1130, я думаю, мы еще к этим отметкам вернемся, поэтому длинную позицию по евре я сохраняю, и, честно говоря, пока нет предпосылок к тому, чтобы мы пошли обновлять лаи октябрьские, хотя бы так. Золото, про которое мы с вами говорили неделю назад, и, по-моему, даже две недели назад, обе цели были достигнуты, вчера была достигнута даже последняя цель, это 14, вернее, 1.1445, вот так все это выглядит в TradingView, то есть мы относительно прогноза рассматривали, где можно шортить и какие имеются цели. Ну, до второй цели маленько не дотянулись, да, и, честно говоря, здесь были комментарии, что можно крыться примерно где-то здесь на всей целости. Здесь по золоту такие шпиленцы, неудобные, некрасивые, мне кажется, что мы в какой-то степени разворачиваемся. Ну, во всяком случае, не сказать, что прямо там аптренд ждем, да, но какой-то, как говорил Винни Пух, это неспроста, поэтому, я честно говоря, идею шорт золота прикрываем, будем смотреть. Есть смежная идея, да, о ней я, в принципе, говорил тоже неделю назад, это покупка серебра. Покупка серебра, которая сейчас однозначно минусует, Я ее, как идея, оформлял 6-го числа, ровно неделю назад, мы с вами говорили. И это пока убыточная позиция, то есть то место, где рассчитывали на лонги, в общем, провалились. Сейчас подрастаем, это круто. Однозначно описывал, что без плеча, однозначно описывал, что без топа, то есть мы можем уйти в инвестиции, и на самом деле так оно и произошло. Считаю теперь, что, ну и поправили это в идее, да, считаю теперь, что следующее место, где можно добирать позицию, это 16.50, 15.90. Сейчас вроде бы вместе синхронно с золотом мы там что-то подрастаем, да, но я думаю, что может быть еще пару шпилек, так сказать, вниз кинем, и это будет хорошая идея для того, чтобы добрать позицию. Если нет, то потом же там 15.30, 14 будем смотреть, то есть в принципе только от лонга и только без плеча на какую-то коррекцию будем рассчитывать. Ну вот свой лонг оставляю, это реально подтвержденная позиция, причем просто на CFD без каких-либо там ETF и прочих, и прочей нечисти, так сказать, не думаю я что. Ну я вообще думал забрать там каких-то 50 центов, да, сейчас нахожусь в просадке порядка 65 центов, я слышу много мнений относительно того, что просадки это отстой, да, надо было стопиться, ну не знаю. Я как минимум пока еще не потерял, посмотрим, что из этого будет в этом ключе. Дальше, значит, что еще из интересного я смотрю по российскому рынку, начать хочу, давайте, наверное, начнем с индекса РТС. Негативно на него смотрю уже несколько дней, негативно на него смотрю, если смотреть мои любимые объемы, то, как мы там расторговываемся, то, что происходило там пару дней назад, да, это на самом деле очень большие такие диапазончики, поэтому куда у меня все делается тут, я не знаю, что у меня все позакрывалось, поэтому я не думаю, что мы пойдем обновлять хай, да, во всяком случае все индексы растут, все индексы растут, прекращают расти индексы развивающихся стран, между прочим, да, DAX растет и там пока все неплохо выглядит S&P, там всякие NASDAQ и все это вроде бы на хаях находится, а у РТС, блин, отваливается. Поэтому я придерживаюсь мнения, что мы провалимся, и если будет какой-то, как мы вчера с вами в посиделках после 13.00 Москвы, да, разговаривали, если начнется какой-то шухер, то эта штука, наверное, завалится так по-серьезному, потому что вот эту шпиленцию, кто не смотрел, да, мы обсуждали, я пришел к выводу и, надеюсь, что некоторым тоже доходчиво показал, что это, в принципе, больше такой косяк, может быть, маркетозов, которые по факту не справились со своей работой. То есть на самом деле не предоставили ту ликвидность под большую рыночную заявку, которая имела место быть. Поэтому я придерживаюсь той же идеи, что если шухер начнется, то падать будем весело, задорно. В общем, все, как мы любим по РТСу, с планками и со всеми делами. Да, и была сегодня идея утром, по моему утру, да, то есть купить путы на самом деле. Правда, от идеи ты отказался, потому что я искренне не верю, что мы падать начнем, ну, вот-вот. Да, соответственно, родилась идея купить путы мартовские там, например, да, либо, ну, то есть не ближайшие, не декабрьские, а мартовские. Ну, и тут я тоже, во-первых, до марта, я думаю, мы протянем, особого какого-то обвала не будет. Уже там, может быть, и действительно можно что-то подбирать. Почему до марта? Ну, потому что ФРС там у нас, вот эту программу КУЕ продолжает, как они сказали, до второго квартала точно, а там посмотрим. Я все-таки склоняюсь к теории большого заговора, к теории того, что ФРС неспроста увеличивает свой баланс, неспроста поддерживает рынок акций своих, ну, и S&P 500 в частности. Там он, в принципе, на мой взгляд, не дает никаких признаков того, что он вот-вот начнет валиться с каждой утренней брифинге, я с этого, ну, не с этого начиная, этим заканчиваю, потому что S&P 500 в конце ближе стоит. Вот, то есть если крах будет, то он готовится, но вот как ни крутите к выборам. Вопрос только, да, я, как обычно, люблю говорить. Если Пауэлл против Трампа, то он прекратит выкупать бумаги, ну, там, в районе марта, и тогда из-за отсутствия ликвидности, там, мы реально, там, где-то к августу можем потянуться вниз очень серьезно по S&P 500, либо он за Трампа, и тогда он перестанет, там, покупать где-то в районе августа, и мы вниз потянемся уже после выборов. То есть вот свинью, на мой взгляд, свинью настоящим может подложить Джером Пауэлл. Посмотрим, как оно будет. Но пока это не речь в ближайших месяцах, поэтому покупать путы, я думаю, что они однозначно, просто это будет отдача денег в виде премии. Идея сохраняется, да, что мы упадем, но чуть-чуть попозже. А так, я думаю, по флетим, может быть, там даже с какими-нибудь выносами ложными, то есть это среднесрочно, может быть, даже можно попокупать, порассчитывая в этом флете, то есть все равно потянут кота за одно место, поэтому пока рано говорить. А, да, еще про рубль хочу сказать, очень крутая идея, мне нравится. Это долговой индекс, индекс государственных, ценовой индекс государственных облигаций наш, который уже четвертую сессию подряд заваливается, и хорошо, туда им дорога, наши долговые бумаги дешевеют. В принципе, я считаю, что даже декабрьское понижение процентных ставок уже сидит в цене. Я говорю, понижение процентных ставок Центрального банка Российской Федерации. Оказывается, ВТБ и Сбербанк были правы. Тогда еще, когда, ну, пока, как минимум, рисуется так. Тогда, когда еще ЦБ не понизил ставку, вот, так сказать, накануне на полпроцента, да, Сбербанки, ВТБ говорили о том, что ЦБ РФ понизит сейчас, ну, то есть, получается, в октябре, да, и еще в декабре на полпроцента понизит. Я тогда посчитал, что все это скорее манипулирование рынком, хотя сейчас пока все так оно идет. Я говорю о том, что, в принципе, если мы посмотрим с вами на всю линейку долговых бумаг, да, которые сейчас расторговываются, то это с этого смарт-лаба взятая тема. Значит, доходность бумаг, да, в зависимости от дюрации. Ну, и понятно, нормальное, в принципе, распределение, более дорогие, более длинные долговые бумаги дают большую доходность, что нормально. Обратно была бы, соответственно, инверсия. Мы такой фигней не страдаем, как США. Но прикол есть в том, что, например, месяц назад, да, рынок закладывал ожидания чуть другие, да, то есть, и вот если мы сейчас говорим, что с процентной ставкой сейчас в ЦБ примерно, ну, не примерно, а точно 6,5, примерно где-то здесь, да, то мы видим, что все-таки на дюрации, там, примерно 5 лет где-то уже вот среднее, так сказать, значение 6,1, 6,12, то есть можно говорить о том, что в рынке сидит примерно понижение на 50 байсных пунктов. Осталось только дождаться, это будет ровно месяц, да, что 13 декабря у них там заседание, посмотрим. Соответственно, идея от всего вот этого заключается в том, что по российскому рынку, по российской нашей валюте любимой, блин, что за беда, кто придумал браузер, у которых гора вкладок, может быть, сделали бы 1, 2, не потерялся бы. Ой, что у нас там? Рубль, рубль. Значит, по рублю у меня идея лонговая, я, в принципе, их озвучил уже, 63,71 держу, хотел взять 63, 63,10, не дали, не было вообще в принципе, держу без плеча, просто перекладываюсь. Значит, и, соответственно, без какого-либо фанатизма. Я думаю, что на всей этой волне, на удешевлении валют, долга и так далее, рубль как-то вот подрастет туда в район 65 и, ну, не то чтобы закрепиться, да, но вот так мы поторгуемся, потому что, может быть, даже вплоть в течение месяца и за 65, может быть, и можно даже продавать, а где-то там под 63 можно будет докупать. Вот такой вот рейндж нас ждет. Причем хочу отметить, что ряд изданий, ряд источников отмечают достаточно такую низкую волатильность, я бы сказал, даже рекордную волатильность по российской валюте, что, так сказать, похоже на затишье перед бурей. И аналогичная ситуация была там 2008-2001, но вообще многие сейчас проводят параллели, и я, в принципе, не исключение. Я думаю, что, так сказать, вот этот вот обвал, он, в принципе, какой-то не за горами. Вопрос только когда, да, то есть здесь, на мой взгляд, искусственно удерживают от обвала, в первую очередь, пиндосы. Значит, по... Да, кстати, дайте-ка я сейчас интересную тему проведу. Ростелеком. Я думаю, что я здесь не первый. Кто скажет, что ростелеком вырос? Хитрые ребята умудрились докупить, да, вернее, сегодня. Сегодня совет директоров принимает решение о покупке Теледва. Вчера им разрешили, значит, доп.эмиссию выполнить, вот, которую купит ВТБ, да, по... Что там, по заоблачной цене, получается, что у нас. Ну, не заоблачной цене, да, но не помню, не помню. По 93.21. 93.21. То есть, в принципе, на мой взгляд, потенциал для роста, как ни крути, есть, несмотря на то, что здесь все происходит. Но это не выноши артистов, я так считаю. Это просто вот реальный инсайт, который загружался вчера и выгружается сегодня. Может быть, на каком-нибудь негативе. Так, в целом, почему бы и нет, да, то есть, если они сегодня еще там примут это решение положительно, тогда классно. Что Крутову хотел сказать, опрос у себя в группе сделал. 90% людей, кто принимал участие в опросе, из 200 голосующих, на самом деле, немного, считают, что это реальный инсайт, да, и из них 60% считают, что Центральный банк вообще на это никак не отреагирует, да, и вообще пропустит, как будто бы этого и не было. Вот, и только каждый третий думает, что обратит внимание, но никакого решения не будет. А вот то, что будет расследование, то, что там кого-то накажут, хотя бы даже, так сказать, ну, демонстративно, да, всего лишь 6% людей в это верят. Среди моих опрошенных, но мои это все в основном россияне, поэтому я думаю, что они знают, с какой системой они работают. Других каких-то идей по акциям, на самом деле, нету. Я держу все еще ленту, а держу просто потому, что купил, как балбес, на самых хаях, и все. И держу Аэрофлот, а держу потому, что не закрылся по 108, как балбес. А да, надо было закрываться по 107.90, ибо нефиг, и профит ставит на круглые цифры. Ну и все, все, здесь больше ничего нету, поэтому, ребята, если есть вопросы, так говорится, welcome, попробуем разобрать. Спасибо большое, Юрий. Ну вот я вижу, что Евгений Питерский пишет вам, Юрий, почитай регламент маркетоза и не обижай людей, которые помогают тебе зарабатывать. Как вам такой комментарий? Я не читал регламент, я читал их требования. Регламент, конечно, более расширенный, но требования, в принципе, истребования тоже следуют. Основная задача – ликвидность. Ну, если такие заявки небольшие, такие вещи делают, мне кажется, это их косяк. Но я не хочу их обвинить, сказать, нет, вы все неправильно работаете. Просто это не делает краше нашу биржу. Как вы не крутите? Из-за этого вообще никакого интереса здесь нету торговать. Не, ну вы же торгуете? Слушайте, ну, вот глядя на другие какие-то рынки, которые чуть более дорогие на самом деле, и где-то там надо с другой юрисдикцией работать, они мне выглядят намного привлекательнее. Если бы я, может быть, работал бы там серьезными, прям большими-большими объемами, я бы никогда в России не посмотрел бы. Из-за таких шпилек. Это же не первые шпильки, не последние. Что это за дела вообще? Не, ну, понятно, что это не что-то новое, да. Я понял вас. Ясненько. Хорошо, хорошо. Спасибо большое, Юрий. Вот я вижу, Илья Ордер пишет. Удивительно, что в нашей стране кто-то еще верит в регламенты и порядок. Ну, 6 человек. 6% людей верят в то, что такое может быть. Нет, ну это еще нормально. Главное, что есть такие люди. Это уже хорошо. Я хотел бы поправить. Все-таки это анонимный опрос в телеге. Его особенность такова, что пока ты не проголосуешь, ты не увидишь результат. И есть все-таки категория людей, которые тыкают в самый неочевидный ответ, дабы просто посмотреть, как ответили другие. Поэтому это выборка-то небольшая. 6% знаете, сколько это человек? Это... Не знаю. Не знаю, сколько это человек. А, это 16 человек. Можно сказать, что из них только 12 реально верят. Четыре каких-то других человека просто ткнули, просто чтобы ткнуть что-нибудь. Попали в самое первое. Я понял вас. У вас вот такая точка зрения на этот процесс. Поняли. Спасибо большое вам, Юрий, за ваш обзор и комментарии по рынку. Вам хорошего дня и удачи сегодня. Как сегодня, кстати, планируете активно торговать или рабочий день закончен? Сегодня у меня еще одна тема на твоем канале. Она к торговле и такой больше инвестиционной относится, вообще к инвестиционной больше деятельности относится. Каких-то позиций новых я не планирую открывать. Мне достаточно тех, которые уже имеются. Вот. И все. План по действиям на сегодня выполнен. Понял. План по бездействию, наверное, сегодня выполнен. Ясно. Хорошо. Спасибо большое, Юрий, вам за ваш обзор и комментарии по практике торговли. Вам хорошего дня. Удачи сегодня. Вам тоже. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.